Барнаульский завод по производству слабоалкогольных и безалкогольных напитков один из крупнейших региональных производителей. Ежегодно выпускает больше 12 миллионов декалитров различных напитков. Предприятие почти полвека производит качественную натуральную продукцию. Энергетик весь идет в алюминиевой банке. Ну и затоник новый для нас продукт, спортивный продукт. Тоже PET-бутылка, но 5, буквально 3 месяца еще ему нету. Поэтому активно развиваем и вводим на рынок. Завод является надежным налогоплательщиком. Ежегодно в казну края поступает 2,5 миллиарда налоговых отчислений от завода. И это при выручке в 5,5 миллиардов. Пиваренная отрасль, ликероводочная отрасль. Для нас одна из главнейших тем, особенно как для налогоплательщиков в Алтайском крае. По сути дела, их львиная часть в бюджет дает развитие Алтайскому краю. На выездном совещании начальник управления по пищевой промышленности Алтайского края Александр Большаков озвучил итоги работы пивоваренной отрасли за прошлый год. По итогам 11 месяцев, коллеги, в принципе, сработали мы, наверное, лучше, чем за последние 10 лет у нас не было лучших итогов. По пиву мы идем пока ниже 100%. Это и влияние мелких пивоваренных компаний, которые работают на рынке. Это крафтовое пиво, которое не позволяет. Это высококонкурентный, наверное, рынок, как стран федералов, так и региональных брендов, которые не позволяют увеличить рынок продаж. Поэтому предприятия идут в развитие экспорта продукции, в развитие ино-региональных рынков, в развитие среднемедной линейки своей. На выездном совещании обсудили возможности экспорта, приобретения комплектующих для производства слабоалкогольных напитков, условиях санкций, работу розничной торговли и маркировку, в которую алтайским промышленникам пришлось вложиться колоссально. Больше 100 миллионов на оборудование, больше 20 миллионов на программное обеспечение, ну и плюс ежемесячные расходы. Собственно, эффект, наверное, будет отложенный, пока еще сложно сказать. Ну, наверное, в этих новых условиях, особенно в торговой точке, им придется как-то приобщаться к этой системе и работать по закону. Сейчас пивоваренные заводы края стараются наладить поставки за рубеж. В частности, Барнаульский завод по производству алкогольных и безалкогольных напитков запланировал рабочую командировку в Арабские Эмираты, где на международной выставке презентуют свою продукцию. Если она понравится, то география поставок расширится. И об алтайских напитках будут знать не только в России, Индии, Китае, но и в Арабских Эмиратах. А это значит, что продажи увеличатся и экономика алтайского края станет еще крепче. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.